Из этого видео вы узнаете, стоит ли сейчас покупать доллары и евро, какие плюсы и минусы имеет каждая валюта. А в конце ролика мы расскажем, как можно зарабатывать на падении и росте валюты. Итак, начинаем! Когда у человека имеются в наличии свободные деньги, перед ним встает вопрос, как сохранить и приумножить свой капитал. На рынке существует много финансовых инструментов, один из которых – игра на курсе валют. Но какую валюту лучше покупать, чтобы заработать или хотя бы не потерять? Почему выгодно покупать доллары? Если хранить деньги дома наличными или на простом рублевом счете, то со временем они обесценятся. Происходит это из-за инфляции, существующей в нашей стране. Если сравнить 2010 и 2020 год, то можно заметить, насколько меньше стали стоить российские рубли по отношению к долларам и евро. Если в 2010 году доллар стоил примерно 30 рублей, а евро примерно 41 рубль, то сейчас эти курсы стоят намного больше. Если ваш доход в рублях за эти 10 лет вырос примерно в два раза, то можно сказать, что в долларах он совсем не изменился. Но купив американскую валюту тогда, можно было получить доход более 100%. Вот почему важно разбираться. Когда лучше покупать, что надежнее, евро или доллар, и какую валюту выгодно покупать именно сейчас. Чем доллары США отличаются от других валют? Американский доллар – валюта международного обращения. Какие бы политические или иные события не происходили, и какие бы отношения не складывались между странами, ситуация такова, что сегодня самые крупные государства, в том числе Россия и Китай, хранят большую часть своих золотовалютных резервов именно в долларах. И просто не могут отказаться от них. Евро – это деньги, находящиеся в обращении стран Евросоюза. Несмотря на то, что десятилетие евро укреплялся по отношению к рублю, если сравнивать с долларом, то в последнее время эта валюта стала сдавать свои позиции. Причина тому – неопределенная экономическая и политическая ситуация в Евросоюзе. В частности, желание некоторых стран выйти из Союза повлияло на евро негативно. Его курс по отношению к доллару немного упал. Поскольку в России американские и европейские деньги одинаково доступны, то часто встает резонный вопрос – что лучше, доллары или евро? Однозначного ответа нет. Но если опираться только на десятилетнюю статистику, то доллар по отношению к рублю вырос сильнее. Швейцарский франк – это самая надежная валюта в мире. Она идеально подойдет для сохранения, но не для приумножения капитала. В принципе, курс франка очень сильно зависит от доллара и евро. Но франк менее доступен, его сложнее купить и продать на территории России. Китайский юань. Не подходит для инвестиций, так как курс этой валюты контролируется правительством. Китая. Невозможно предугадать, что может произойти с деньгами, если вы вложили их в юани. Отчего зависит курс доллара? Курсы меняются ежедневно. На них влияет множество факторов. Финансовые и политические новости, отчеты крупных международных компаний, заявления первых лиц государств. Все это заставляет доллар дорожать или дешеветь буквально каждую минуту. В России цена доллара к рублю очень зависит от стоимости нефти. Чем дороже черное золото, тем сильнее укрепляется рубль, а американская валюта, соответственно, дешевеет. Но в последнее время мы не наблюдаем существенного роста стоимости нефти. Напротив, по отношению к предыдущим годам она снизилась. Соответственно, доллар укрепился по отношению к рублю. В каких случаях выгодно покупать доллары США? Предупреждаем, что заниматься вложением в иностранные валюты лучше со знанием дела. Надо разбираться в экономических новостях и понимать, как они могут повлиять на стоимость денег. Например, новости, связанные с добычей нефти, сильно повлияли на курс доллара в этом году. Если таких знаний нет, то эксперты рекомендуют выбрать долгосрочную стратегию. То есть купить доллары или евро и держать их год-два, а то и более. Это связано с тем, что колебания курса на коротком отрезке времени могут быть достаточно сильными. Но если рассмотреть историю курсов за длительное время, то доллар и евро только росли по отношению к рублю. Российская валюта на протяжении десятилетий не стоила дороже. И общее направление курсов валют никогда не разворачивалось. Это устойчивый восходящий тренд. Поэтому выгодно вкладываться в доллары надолго. Кстати, о том, куда лучше вложить деньги, мы рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Что лучше покупать? Доллары или евро? Все финансовые аналитики единогласно советуют разделять свои сбережения. Не храни деньги в одном банке и в одной валюте. Примерное распределение долей может быть таким. Доллары 40%, рубли 30-40%, евро 20-30%. Это оптимальная формула для сбережения денег. Все валюты можно положить на вклады. Лучше в разные, но надежные банки. Стоит помнить, что государство страхует только рубли. В течение времени стоит докупать и класть на счет ту валюту, которая кажется наиболее перспективной. Что будет с долларом и евро дальше? Нет однозначного ответа на этот вопрос. Финансовые аналитики выдвигают разные гипотезы. Если ранее существовал так называемый валютный коридор, определяемый государством, то теперь его нет. И рубль отпущен в свободное плавание. Курс зависит от стоимости нефти, а рынок ее добычи в последнее время очень нестабилен. Какие правила инвестирования в иностранные валюты стоит соблюдать? Первое. Стоит рассматривать долгосрочную стратегию. То есть приобретать иностранные валюты надолго с целью получить доход через несколько лет. Второе. Начинать вкладываться в доллары можно постепенно, покупая по 100-200 и постоянно увеличивать запас. Но стоит понимать, что ощутимую выгоду от роста курса можно получить только имея значительную сумму денег. Хотя бы несколько десятков тысяч долларов или евро. Третье. Если вы приобрели доллары, не нужно ежедневно проверять курс и бегать по обменникам. Так можно только получить убыток, потому что любой банк берет комиссию за конвертацию. Тем более, что есть сезонные колебания, это вполне нормально. Так замечено, что нередко евро и доллары немного дешевеют в летний период, когда россияне едут в отпуск и дорожают перед Новым годом. Четвертое. Нужно интересоваться экономическими новостями и не только. Читать финансовые прогнозы и аналитику, чтобы быть в курсе общих тенденций. Советуем также посмотреть наш видеоролик «Куда инвестировать деньги?» Как еще зарабатывать на долларах и евро? Можно передать деньги в управление трейдеру, торгующему на валютном рынке Форекс. Про торговлю на Форекс мы рассказывали в отдельном ролике. Трейдеры совершают множество сделок, до десятка в день, играя на постоянном ежеминутном движении курсов валют. Но этот способ инвестирования самый рискованный. И на сегодняшний день подойдет он тем, кто имеет большой доход и готов рискнуть частью своих денег. Если сбережений не так много и есть желание их сохранить и приумножить, торговля валютами на Форекс не подойдет. На этом у нас все. Мы подробно рассказали, стоит ли покупать валюту сейчас и от чего зависят курсы доллара и евро у нас в стране. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на нашем канале и в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Если же остались вопросы, имеются замечания или дополнения по этой теме, то пишите их в комментариях ниже. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok